Все? Погнали? И там по-настоящему поднимаются буря эмоций. Сегодня напротив меня известный российский актер театра и кино, отец шестерых детей, Сергей Горобченко. Сергей, здравствуйте и спасибо, что вы к нам пришли. Здравствуйте. В вашей фильмографии, да и не только фильмографии, в принципе, если мы обернемся, наверное, на весь стаж ваш рабочий, да, посмотрим. Обернитесь. Да, у вас огромное количество ролей за плечами, и я уверена, что каждая работа, она совершенно особенная. Уфа, я первый, прием. Разбойное нападение, есть раненые, нужна помощь. Дрюха! Димон! Погреться, пустите? Фух, я чуша, я оторву. Да, я обидел тебя, Давич. Так ты прости меня и помилуйся. А не простишь, так теперь уже все равно. С этого момента твоя жизнь разделилась на до и после. А какая из ролей помогла вам лучше понять себя? Ролей, правда, много, и они все берут серьезную часть жизни, времени. Каждая роль, она, конечно, наполнена тем временем в моей жизни, эмоциями, переживаниями. Даже все параллельное, то, что происходит, оно тоже там как-то отображено. И это можно, я могу это увидеть. И сейчас у меня, знаете, пришла такая, появилась идея, я ее потихоньку начинаю реализовывать. Поскольку проекты сняты 20 лет назад, они уже забыты, как бы, да, потому что прошло уже много других историй. И я решил делать так. Я вообще не профессионально пишущий маслом или акрилом, но решил сделать так. Беру холст, открываю проект, вспоминаю его. И там по-настоящему поднимается буря эмоций. И что-то запечатлеть. Какая-то эмоциональная должна быть краска. Либо так, либо это портрет, либо еще что-то. И вот понял, что это очень мне нужно сегодня. Это прикольно. То есть профессия актера открыла в вас вот эту грань, да? Нет, я и в детстве любил рисовать. И дети у меня сейчас, я вижу, не лишены этого интереса. С удовольствием это делают. Но, к сожалению, вот как бы в пальцах самой школы нет. Может быть, надо походить, порисовать. Но я уверен, что если это делать постоянно, то наработка сама будет происходить. Может, какие-то уроки надо взять. Но это очень забавно, что именно сам цвет, краска, она поднимает те эмоции, те жизненные силы, которые я вкладывал в проект. И я их даже не замечал тогда, потому что я просто жил тогда в проекте. А сейчас, через время, я могу это в палитре. Красок, эмоции. И самое главное, каких-то вот именно острых, важных элементов того времени запечатлеть для себя. И оно как-то очень радует. То есть оно создает новую краску жизни сегодня. Сегодня главным аргументом в выборе роли для вас является что? Но есть критерии все равно жизненные. Вот у меня тоже вот этот вот диалог с самим собой и с собой человеком-актером. Я не могу делать сегодня работы, которые бы как-то приводили бы семью в смятение или в какое-то непонятное волнение. То есть создать какой-то дискомфорт семье своим творческим каким-то выбором я не могу. То есть если мой герой будет творить что-то совершенно запредельное, там, я не знаю, вся роль будет построена на мате, или как бы если это не будет оправдано, глобально оправдано, да, я этого делать не буду. Если бы я был одиноким каким-то творцом, может быть, я бы себя как бы по-другому как-то оформлял в жизни. Но я знаю, что это будут видеть дети. Я их направляю в сторону каких-то семейных ценностей, отношений мужчины и женщины. Просто как бы искать себя, я сегодня не могу себе это позволить. Мне это неинтересно. Год назад буквально вы участвовали как раз в короткометражке под названием «Бабочка». Для наших зрителей, я объясню, это очень пронизительная история о, наверное, самом тяжелом выборе, хотя для кого-то этого выбора даже и не стояло бы. Выбор между абортом и рождением особенного ребенка. История основана на реальных событиях. Как на вас она повлияла? И работа в этом фильме как на вас повлияла? Ну, я скажу, в общем, участие в таких фильмах и короткометражках студентов, оно для меня не просто какая-то такая творческая благотворительность. Это, безусловно, тоже и обратная связь. Потому что в таких материалах, ну, я в них не слепо иду, я смотрю, о чем это. Там поднимаются часто острые проблемы, которые невозможно осветить в полнометражном фильме, который идет в большой прокат на людей, на которые тратятся огромные деньги. В короткометражке есть возможность высказать себя очень смело, ярко, и где-то даже однобоко, возможно, но она тем и пронзительна всегда. И работа со студентом, с человеком, который только начинает, она всегда, эта энергия очень живая, очень непосредственная, она еще не омрачена какими-то перегрузками процессов съемочных. Человек готов еще, как бы, говорить душой. Вот. И если говорить о бабочке, это, конечно, социально сложная тема, и каждый человек, и это я после рождения, у меня шесть детей, и я не знаю, как бы я в этой ситуации себя вел. Господи, посмотри на меня, если ты существуешь, что мне делать? Я не имею в виду, пошли бы мы на это или нет, ну, однозначно бы, конечно, выбор был бы сделан в сторону рождения, потому что трудно будет потом. Ну, я не знаю. Те люди, которые оказались рядом в этом проекте, те матери, женщины, столкнувшиеся с такой жизненной ситуацией, они произвели, конечно, на меня очень яркое и сильное человеческое впечатление. Спасибо ему за все. Спасибо за все, что он меня сделал. Он мне стих написал. Он меня, мой друзья, снимался в клипе. Теперь я делал такой шикарный проект «Бабочка», где я снимался с Сергеем Горовченко. Закончу про короткометражки коротко, потому что вы вспомнили фильм «Бабочки», но он был действительно год назад, но за это время пронеслось еще, наверное, три или четыре короткометражки, и я делаю это как-то совершенно вот прямо вот так почти неосознанно. Есть время, иду, и потом даже что-то забывается. Но очень крутые эмоции я переживаю от таких хороших, интересных сценариев, которые есть. Не все фильмы потом выходят на полотно фестивалей, почему-то, но они оставляют очень яркие, хорошие эмоции, потому что в той нематериальной такой как бы чистоте творчества происходят удивительные и чудесные вещи по-настоящему. Когда сидишь в кадре, и вдруг начинает на дубль идти дождь. Были такие, мы снимали фильм «Ети» года два назад, короткометражку очень крутую, тоже на социальную сложную тему. И вдруг в кадре, мы сидели перед костром, такая атмосфера. Было три дубля, и на каждый дубль шел дождь. И это было просто до такой степени слезливо, просто как бы воспринималось всеми, потому что, ну как это может быть? Ну как может быть на минутный дубль пойти дождь? Потом перерыв, опять мы говорим, ребят, ну что нам делать с этим дублем, потому что он совершенно нелепый получается. Он хороший, ну как бы, ну что, пожарную машину угнать, чтобы сейчас крупняки снять. Давайте попробуем, начинаем снимать, и начинает идти дождь. И все начинают просто тупо как бы, знаешь, так подвисать. Надо играть, у всех начинает расплавляться как бы сердечная мышца, потому что что-то не совсем естественное происходит. Ну а третий уже дубль как бы само собой происходит, и люди все становятся немножко какими-то другими. Потому что произошло чудо, которое невозможно как бы воспроизвести. Ну здорово же, правда? Вот она как бы вся, все вопросы и веры, и чудес, и библейских каких-то начал. Вот они все здесь прямо есть, вот море раступилось. И это забывается потом, перестаешь об этом думать в суете, но вот сейчас вы меня заставили об этом вспомнить. Когда о себе захотелось узнать чуть больше? Я имею в виду вот что. Когда вопросы начались более масштабные, да? Когда стало более очевидно и понятно, что не вы контролируете ситуацию, а вас ведет кто-то свыше, да? Когда появились вопросы такого религиозного толка? Ну это такой очень объемный вопрос, и мы его, конечно, пройдем сейчас так аккуратненько, покасательно, потому что вопросы веры, они, ну их надо... Ну это вообще личное, безусловно. Я раньше как-то так подробнее старался в них погружаться. Сейчас я не боюсь этих вопросов. Они бесконечно важны для меня, но есть, это такая интимная часть жизни каждого человека, потому что я могу называть себя верующим, и вот там мы ходим на причастие, стараемся, и выполняем какие-то обряды так называемые, там стараемся помнить хотя бы о расписании. Но это та внутренняя работа человека, чтобы быть в гармонии как бы с самим собой. Для меня это так. Для другого человека церкви вообще не существует. Но он живет вполне разумной, порядочной, внимательной жизнью по отношению к другим людям. Да, может быть, он зарабатывает деньги большие, но он их как бы правильно умеет концентрировать в нужные направления. Он не расточителен, он не хулиган, не бандит. При этом он как бы не касается вопросов веры и церкви. Он ее не ругает, но при этом он как бы не живет как бы вот в открытую жизнь веры. Но я-то знаю, что он абсолютно живет правильно, понимаете? Поэтому здесь нужно очень осторожно говорить. Конечно, хорошо, когда человек способен говорить о вере, наверное. Но точно так же хорошо, если человек способен говорить о доброте. Просто о доброте, человеческой доброте и способности не чувством ее переживать, а быть вполне как бы сдержанным, и даже в чем-то может быть сухим и осторожным человеком. Но быть человеком добрым. И не для каждого верующего человека, я уверен, это понятие доброты понятно. Ну, для меня как бы вопрос веры решен. Я знаю точно, как бы для себя понимаю, что Бог есть, безусловно, и тот его мир, и его облик, и его то удивительное способность созидать все в этом мире. И я жду этой встречи, мне приятно об этом думать, но и тревожно, и волнительно, потому что нужно трудиться в эту сторону, многое делать. Для меня этот вопрос абсолютно совершенно точно решен. И те ошибки, которые были со мной совершены, они были даны на преодоление своего страха, на преодоление своей слабости, обретение любви, терпения, смирения, веры. Я это так вижу. Потом, когда это открытие произошло, случилось много следующих духовных шагов, тоже не самых простых, это тоже дико интимные вещи, которые привели меня в конечном итоге к исповеди. Мне захотелось рассказать обо всех своих гадких моментах, которые в моей жизни произошли. Меня это привело в церковь. И я там исповедовался в 20, наверное. Ой, нет, 30. 30 лет это случилось. И я был поражен. Мир действительно изменился. Я даже в чем-то физиологически как-то изменился. У меня постоянно были простуды какие-то. Я вижу вот эти вот даже как бы связь с физиологией. То есть человек, болезни наши, вот как бы у меня такое есть стойкая уверенность в том, что мы именно болячки все свои переживаем только из-за того, что мы несем в себе бремя каких-то вот этих вот ошибок внутренних, ну, то, что называется грехом, каких-то обид, каких-то своих злостей по отношению к кому-то. Мы их не знаем. Они уже нашей личностью являются. Но они закрывают тот свет внутренний к интересу, к простоте, к свободе. Я вижу, когда человек направляет свои мысли, руки и свои действия к Богу, к небу. Меня это очень как бы радует, потому что он отрывается от земной жизни, от своих каких-то эгоистичных настроек. И он думает о смерти, а думает о том, что главное в нашей жизни. Они думают о смерти. И для них, как бы для тех людей, которых я знаю, смерть является определенным порогом в вечность, в главное, в настоящее, и в светлое, бесконечно правильное. И от этого пропадает страх перед жизнью, перед смертью. Ты понимаешь, что та точка основная, к которой ты идешь. И там будет все измеряться уже, как бы все твои дела, и это короткий путь. То есть ты будешь точно совершенно жив. Я в этом совершенно как бы легко и осмысленно уверен. У вас нет страха этого? Ну, я не могу сказать, что я ничего как бы не боюсь, но я жду смерти, я знаю, что это нормально, потому что так дано. Ну, странно, как бы бояться, если ты живешь, и ты счастлив абсолютно, и ты знаешь точно, что тебя ждет, но он придет непременно. Но это самое великое, что может произойти в жизни со мной. Поэтому надо туда докарабкаться, просто дойти как-то, постараться достойно с теми настройками, которые там даны. Ну, странно же, столько в себе созидать, столько любви созидать, столько наук изучать, столько пройти всего ежедневно, каждый день. Что-то сегодня это, производя этот диалог, интервью с вами, но столько радости и внимания друг к другу. И вдруг почему-то это должно ни с того ни с сего все превратиться в ноль. Я не допускаю такой мысли вообще ни в каком. Я не верю в это, потому что этого быть не может. Но есть просто физиологический закон о сохранении энергии, там как бы массы и всего остального. Этого быть не может, потому что то чудо, которое производится сейчас, в данное время, оно не может быть ничем. Я делаю работу душевную. Оно не может, как бы, оно может просто накопить меня, сделать чем-то еще больше внутри, либо превратить, как бы, ну, в пустышку. Поэтому только порядочность, только доброта и простота намерений. Чтобы какими бы социальными обременениями ты не был нагружен, нагружен, такие как финансы, профессия, известность. Только эти качества работают, только. И заниматься нужно только ими, неся достойную вещь, в общем-то, крест, как хорошего, так и плохого. Вот так. Спасибо вам огромное. Вам огромное спасибо. Спасибо за возможность услышать вас и узнать вас так, как, наверное, я бы не узнала, просмотрев еще миллиард интервью. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok